Здарова народ, с вами Кит и сегодня мы с вами поговорим о моей любимой модификации. А если быть точнее, то о двух модификациях. Называются они RTS Camera и RTS Command. Обе эти модификации предоставляют просто огромный пласт возможностей для нашей с вами любимой игры и, как мне кажется, улучшают опыт, который мы можем здесь с вами получить. Ну и давайте начнем, так сказать, с небольшого рассказа про данные модификации. Начнем, естественно, с основной RTS Camera, которая предоставляет максимальный пласт возможностей. Сразу скажу, чтобы открыть вот это вот меню, которое вы видите сейчас у себя на экране, нужно, во-первых, быть в бою, а во-вторых, нажать английскую клавишу L. И у вас открывается вот такая вот менюшка, которая позволяет максимально эту самую камеру настроить. Называть остальные кнопки я вам не буду, банально, потому что я все их поменял под собственные нужды, но вы всегда можете здесь изменить назначение всех клавиш для всех функций, которые здесь предоставляются. Некоторые функции здесь, да, читерские, но, опять же, использовать их советую, так сказать, на свое усмотрение. Я им никогда не пользуюсь, потому что так неинтересно. Меня больше интересуют совсем другие функции. Во-первых, это вид, скажем так, как в Total War, то есть как вы видите сейчас. То есть такую камеру можно сохранить, естественно, и при начале сражения. То есть нажатием одной простой кнопки, насколько я помню по умолчанию, это у нас клавиша F10, вы можете переключиться в эту самую свободную камеру. Это основная функция, которая предоставляет данная модификация. Это весьма интересно. Также вы можете остановить полностью бой вообще без каких-либо проблем в любой момент. Да, вы тоже можете здесь раздавать различные команды, но делать это не очень удобно иногда в этом плане модификации глючит, особенно когда вы пытаетесь вот так вот расставить свои подразделения. Порой глючит, порой нет, поэтому я сразу предупреждаю. Все-таки команды лучше раздавать, так сказать, когда миссия идет. Еще одна интересная функция, это полностью убрать весь интерфейс нажатием одной клавиши. У меня эта клавиша твердый знак, вроде это дело у нас особо не изменилось. По сравнению с установками по умолчанию. И также вы можете ускорить, наоборот, время. То есть, видите, сейчас персонажи стоят, идут себе потихонечку, потому что выбрано одно из подразделений. Но, если нажать клавиши, они начнут быстро ходить, дергаться и так далее. Это можно изменить и в обратную сторону. То есть, как видите, у нас здесь с вами есть небольшой такой ползунок. Фактор ускорения и замедления. И если мы его здесь с вами уменьшаем меньше одного, естественно, у нас будет тотальное замедление всего времени. То есть, нажимаем вот сюда, и персонажи будут очень медленно идти. И можно, естественно, все это время одной клавишей вернуть. То есть, вот этот вот эффект позволяет, наверное, более эпично сражаться для каких-нибудь видосиков и так далее. Хотя, на самом деле, проще это все сделать уже в видеоредакторе. Но, опять же, на усмотрение. Кому как интересно. Такие функции представляет РТС-камера. Ну и, наверное, еще одна основополагающая функция, которая, ну, скажем так, меня будоражит больше всего, даже больше, чем этот вот вид сверху, который позволяет очень эффективно командовать довольно значительными подразделениями, хорошо отдавать приказы и так далее. Это у нас с вами управление. Одним из своих солдат, то бишь спутников или обычных вот солдафончиков, после того, как наш с вами командир получит ранение. То есть, наш с вами лорд. Это довольно частое явление, особенно для новичков, то есть, которые просто рвутся в бой, делают какую-то просто лютую фигню, естественно, вначале сливаются, и остаются просто наблюдать за полем боя. А это неинтересно, особенно если ты не можешь никак абсолютно после своей смерти повлиять на, так сказать, своих солдат. Это логично, безусловно. Но опять же, мы в игре, мы здесь не ради логики, мы здесь ради, так сказать, более крутого и интересного геймплея. А уж если ты не можешь влиять на ход сражения, то как бы тебе, мягко говоря, некомфортно. И прикол всего этого дела заключается в том, что когда ты находишься, условно, вот в таком вот виде, свободной камеры, ты можешь сделать одно из двух. Во-первых, ты можешь отдать искусственному интеллекту под контроль своего персонажа. Опять же, в этой менюшке, то есть контроль игрока в свободной камере, отдаем это все дело искусственному интеллекту, и искусственный интеллект, видите, начинает управлять самостоятельно моим персонажем, то есть он будет подчиняться правилам подразделения. То есть он у меня кавалерист, соответственно, отправлю кавалерий в бой, мой персонаж тоже отправится в бой. И так вот, в чем заключается прикол? Что, когда наш с вами персонаж будет ранен, когда мы с вами вот в таком вот виде сверху, команды у нас с вами не слетят. То есть обычно, допустим, у меня есть такое построение, я сейчас пойду с своим командиром куда-нибудь в бой, я им, естественно, полягу, и все команды, которые я здесь оставил, то есть стоять вот здесь им не двигаться и так далее, отстреливать врагов и так далее, все эти команды у нас с вами слетят, когда моего персонажа ранят, убьют и так далее. Это как бы классика. Но, если моего персонажа убьют, когда я вот в таком вот виде, то проблем не будет. Команды не слетят, просто на автомате мне дадут под контроль одного из моих союзных персонажей, то есть какого-нибудь спутника, какого-нибудь солдата и так далее. Я все пытаюсь, чтобы он как-то сам слился, а ну, в принципе, что я туплю, можно просто запретить ему двигаться, вот. Но он сейчас должен остановиться, или около того. Остановись, засранец. Все, остановится, сейчас его быстренько прибьют, и вы сами видите, что команды вообще никак не слетят, то есть спокойно все мои. А войска будут дальше и дальше здесь стоять без особых проблем. Давайте немножко ускорим данный процесс, он еще идет специально, так потихонечку задом к противнику, они все равно его убить не могут. Знаете, как специально. Вот, все. Как видим, команды не слетели, мои войска все так же стоят, а я здесь управляю, вот, управляемый воин мертв. Мне дали под управление другого, вландийского пешего воина. И когда мы вернемся в этот вид, я уже управляю вландийским пешим воином. Это делается на автомате. Но если, допустим, в обычном виде, когда вот так вот, как обычный солдат, или как обычный лорд, окей, я помру, то по классике команды все слетят, и меня на автомате ни на кого не перекинет. Нужно будет нажать кнопку то ли Е, то ли Ф, я вот не помню, как там, по умолчанию все это делается. У меня это Ф, к примеру. Вот. Но, опять же, можно в настройках сделать и это. То есть, спокойно, где это у нас кнопка, контролируйте союзника после смерти. Ставим галочку, и все, на автомате будет прикидывать на одного из ваших солдат. То есть, вы спокойно, без отрыва от геймплея, без лишних, скажем так, телодвижений, сможете сражаться раз за разом, после смерти, восставать в лице своих верных солдат, и дальше сражаться, сражаться и еще раз сражаться. Такими вот функциями данный мод позволяет максимально насладиться геймплеем. Но, это все RTS-камера, с которой вы можете разобраться самостоятельно. Русификатор по данной модификации мной сделан и выложен на Nexus уже очень давно. Также вы там его сможете скачать, введя в поиск RTS-камера Russian. Но, это все ладно. Есть еще командная система. Кстати говоря, в русификаторе RTS-камеры также идет командная система бонусом, так что за это дело не парьтесь. Вот, командная система. Она делает одну, всего лишь одну вещь. То есть, это очень небольшая модификация. Но, как по мне, эта функция как раз таки наравне с тем, чтобы управлять своими солдатами, либо же камеру, так сказать, вверх себе отправить в полет, чтобы лучше управлять солдатами. Эта функция позволяет нам с вами отдавать конкретные приказы. Я могу приказать своей кавалерии атаковать только вражескую пехоту, только вражескую кавалерию, только вражеских стрелков. Такие приказы работают только для, скажем так, формирований, которые сражаются в рукопашку. То есть, для стрелков это не сработает. По крайней мере, так пишет на странице своей мододел. Возможно, если приказать такое стрелкам, они тупо пойдут вперед и будут как обычные милишники сражаться сами, тут хз никогда не пробовал. Но, с кавалерией, с пехотой все это работает. Особенно для кавалерии это очень удобно, когда ты заводишь их куда-нибудь в тыл врагу и начинаешь врезать конкретно вражеских лучников. Это типа не по канонам игры, и все такое, безусловно, вы правы. Но, с другой стороны, это такая базовая функция, которая, как мне кажется, обязательно должна быть в этой игре. Вот обязательно. Так, почему эти, блин, этих баранов нужно подвести поближе, потом уже приказать, атаковать формирование? Потому что, видите, я так понимаю, часть кавалерии у нас нет. Части кавалерии нету в этом кругу, они что-то все равно тупят. Но, тем не менее. А, ваш уровень тактики должен быть 25, чтобы вы могли отдавать вот такие вот приказы, да. Я совсем забыл про это, это все отключается в настройках, если у вас, конечно, есть гармония, мод конфигурейшн меню и так далее. Вы можете это требование убрать или, наоборот, его повысить, чтобы у вас была, типа, тактика 100, чтобы вы могли применять РТС-команд вот таким вот образом, как здесь необходимо. Но я про это забыл, я создал стокового персонажа, без тактики, естественно, поэтому, к сожалению, показать это не могу. Но, в сути, вы поняли. То есть, вы просто выбираете формирование, наводите на вражеское, которое хотите атаковать, и нажимаете на колесико мыши. Это, вроде бы, тоже можно с вами изменить в настройках, но здесь у меня база, и я, как бы, это дело не менял абсолютно. Вот такие вот мои любимые модификации. Ссылочки, естественно, на сами моды, на русификатор, я оставлю вам в описании, чтобы вы сами могли все это дело попробовать, и сказать мне в комментариях, понравились ли вам данные моды или нет. Сразу скажу, что вот эту модификацию можно впихивать в свои какие-то сборки без особых проблем. Не обязательно начинать новую игру для того, чтобы поиграть с данной сборкой. Спокойно можете добавлять ее к себе без особых проблем. Все будет работать. Все это дело я уже протестировал, и в этом плане все отлично. Так что, вот такие вот дела, дамы и господа. Ну что ж, а у меня на этом все. С вами был Кит, и всем пока. Продолжение следует...